Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Доберутся быстрее по новой дорожной развязке. В обход Синой в Вольском районе уже запустили движение. Охраняют лес от огня. Профильные чиновники рассказали, как в регионе борются с лесными пожарами. С подробностями Жанна Марченко. Возведут парк в центре города. В Балакове начинаются работы по строительству большой зоны отдыха. Станет больше рыбы. В Духовницком районе в Волгу выпустили более 70 тысяч мальков стерляди. Какая погода на дворе ждет саратовцев в пятницу 30 июля на Святую Марину? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Теперь без пробок по новой дорожной развязке. В обход Синой в Вольском районе уже запустили движение. Автомобилистам больше не придется стоять в заторах из-за железнодорожных составов, идущих через единственный переезд. Инициатором строительства масштабной развязки стал Вячеслав Володин. Надежда Новикова узнала, куда теперь путь станет короче. Сдали раньше срока. Новая дорожная развязка в обход Синой в Вольском районе уже готова. И теперь автомобилистам не придется стоять в многокилометровых пробках из-за железнодорожных составов, идущих через единственный переезд. Водители проводили в заторах часы. Чтобы решить эту проблему, обратились к Вячеславу Володину. Он и стал инициатором строительства масштабной развязки. Деньги выделили из федерального бюджета. Рядом здесь крупный железнодорожный узел, станция Синная. Именно по этой причине скапливается большое количество автомобилей. Постоянно идут поезда. А это самый короткий путь для тех, кто хочет поехать отдохнуть в Крым, в Сочи. Люди стояли часами. Пробки доходили до 20 километров. И обращений было огромное количество. И хочется сказать слова благодарности Росавтодору, нашим дорожникам, саратовским. То, что они справились с задачей. И быстрее, чем планировалось, построили это огромное сооружение. Еще прошлым летом в Вольском районе шла активная стройка. Развязку возводили почти две сотни рабочих. Делали четырехполосную дорогу, мост и освещение. Близость железнодорожной станции осложнила процесс. Работа вблизи действующих железной дороги. Есть определенная опасность пересечения людей. Ну и работа над железной дорогой, там, где контактная сеть, электрофицированная железная дорога. Поэтому опасная зона, скажем так. Поэтому есть определенные сложности. По новому обходу длиной 15 километров запустили движение. Вячеслав Володин отметил, что это уже шестой объект на дороге Саратов-Вольск. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. А другую дорогу, но уже в Энгельском районе, вот-вот завершат. Участок соединяет два села Красная Яра и Ленинская. Раньше там практически отсутствовало плотно. Теперь современное покрытие. Километр дороги под Энгельсом обошелся в 20 с лишним миллионов рублей. Правда, из местного бюджета не заплатили ни копейки. Деньги направили из Москвы. По надпроекту безопасные и качественные дороги. По словам чиновников, в округе ремонтируют еще несколько разбитых участков. Здесь была достаточно в плохом состоянии, не отвечающая требованиям безопасности дорожного движения. Она сейчас, покрытие, приведено в нормативное состояние. У нас здесь еще два объекта. То есть мы сейчас по пути проезжали. Это Красная Ярусь-Караман. И еще один объект здесь дальше. То есть мы в этом году практически все автомобильные дороги, которые входят в состав агломерации, мы завершаем. Прежде чем уложить новое покрытие, старое полностью демонтировали. Рабочие использовали асфальтогранулобетон. По словам специалистов, это современный материал, который прослужит долго. На протяжении всего ремонта дорожники применяли и 3D-системы. По их словам, благодаря точным расчетам им удалось удешевить работы. Эксперты лаборатории уже начали проверять новое покрытие. В последнее время, ну, крайне редко бывают, когда образцы, ну, как бы даже визуально, ну, как бы не очень хорошего качества. В основном сейчас, ну, как бы все в рамках, скажем так, допуска. Можно визуально определить сам керн, вот, а уже физико-механические свойства определяет лаборатория. Всего же до конца осени службы отремонтируют более 300 километров дорог и региональных, и районных. Сюда входят и участки из Саратова с Энгельсом. Удалось в этом году и хорошо сэкономить, рассказали чиновники. Поэтому запланировали ремонт еще двух дорог на Соколовой и у села Кувыка, что недалеко от Татищева. С начала года леса Саратовской области горели 29 раз. Об этом сообщили чиновники Министерства экологии. Они также отметили, что этим летом серьезных происшествий в лесах пока не было. Стихийные бедствия удалось вовремя остановить, в том числе и с помощью новой современной техники. И ее закупили в рамках национального проекта «Экология». Жанна Марченко расскажет подробнее. Аномально жаркая погода и по-прежнему халатное отношение людей к сохранности леса заставили этим летом профильных чиновников усилить патрулирование всего областного лесного фонда. Об этом специалисты сообщили на брифинге, который прошел в Министерстве экологии. Говорили о ситуации с лесными пожарами и о технике, которая помогает с ними бороться. Это новые современные машины, которые закупили в рамках национального проекта «Экология» в реализации оригинального проекта «Сохранение лесов». Это более серьезная техника, колесные трактора, малый лесопатрульный комплекс, оснащенный современным лесопожарным оборудованием. Было закуплено два мощных бульдозера в комплекте с тягачами и полуприцепами для перевозки бульдозеров, что позволяет тушить сложные крупные лесные пожары, проделывая минполосы. Новые технологии в пожаротушении используются в нашем регионе уже второй год. Одно из важных изменений – это переход на автоматизированную систему мониторинга лесных пожаров. В нескольких районах установили камеры системы «Лесохранитель». Она позволяет в режиме онлайн выявлять возгорание и определять их точные координаты. В случае выявления задымления непосредственно передается сигнал оператору. Оператор уже созванивается с патрульной группой, которая уже подтверждает либо опровергает данный сигнал. Если, соответственно, сигнал подтверждается, оперативно его ликвидируют. Также в министерстве уточнили, что самым эффективным методом оперативно обнаружить возгорание по-прежнему остается наземное патрулирование. В каждом лесхозе сформирована своя мобильная группа. Разработаны 170 маршрутов по лесным дорогам протяженностью 13 тысяч километров. Отмечу, что часть лесного фонда находится на островах, поэтому добраться туда можно только на моторных лодках. Их в прошлом году также закупили в рамках национального проекта «Экология». Также на брифинге сообщили, что на сегодняшний день лесопожарная обстановка в области продолжает оставаться напряженной. С 15 июля и по 31 октября введен во всех лесах особый противопожарный режим. Разжигать огонь отдыхающим нельзя. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а если по вине человека пострадает хотя бы одно дерево, речь может зайти уже об уголовной ответственности. Жанна Марченко, Роман Шельзяев, Саратов, 24. Возведут парк в центре города. В Балакове начинаются работы по строительству большой зоны отдыха. Парк «Центральный» займет место на пустыре между многоэтажками по проспекту Энергетиков и улицей Тернавской. Сейчас строители начали выравнивать территорию. В другом микрорайоне завершают благоустройство сквера. Анна Забалуева расскажет, как изменился Балакова. Сквер в микрорайоне 8, а Балакова уже скоро полностью преобразится. Не первую неделю здесь работают строители. Мастят дорожки, готовят основания для спортплощадки. Здесь будет освещение, лавочки, арт-объекты. По проекту предусмотрены и туалеты. О важности создания комфортных условий для людей говорил и Николай Панков. Он также напомнил, что важно создать больше тенистых зон. Мы демонтировали, выкручили порядка 45 деревьев. Здесь? Да. Именно на этом сфере. У нас запланирована высадка 100 деревьев, 57-летних саженцев. Вот это вот правильно. Хорошо. Потому что вот даже вот этого дерева, которое уже без коры, его фактически надо тоже смотреть, что с ним дальше делать. По плану завершить строительство этого сквера должны в 20-х числах августа. Но подрядчик обещает закончить раньше срока. А вот в центре Балакова пока только начинают выравнивать территорию под строительство будущего парка. Мы несколько раз обсуждали несколько проектов, каким должен быть парк. Найдено финансирование. Проект утвержден. И сегодня мы видели уже, начали работу в Центральном парке. Ведутся земельные изыскания, производство земельных работ. И как раз идет выравнивание площадки, переносится линия электропередач, для того, чтобы уже зашла техника. Новая зона отдыха будет носить название «Парк Центральный». Такую идею предложили местные жители. Люди хотят, чтобы в самом центре города была большая зона отдыха с большим количеством деревьев. Эти изменения происходят и нам отрадут. Я от своего взрослого поколения хочу сказать такое мнение, что здесь должно быть побольше деревьев. Чтобы бетон был, но побольше деревьев. Потому что мы здесь в Заволжье выросли и радовались каждому дереву. Поэтому насыщенность должна быть хорошей зеленью, чтобы комфортно было отдыхать здесь. Подрядная организация начнет работать сразу, как только пройдут конкурсные процедуры. Время также потребовалось и на перенос линий электропередач. Строительство смогут контролировать местные жители. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Накануне стало известно, что разовые школьные выплаты родители получат раньше обещанного. 10 тысяч начнут поступать уже со 2 августа. Ранее было подписано распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей семьям со школьниками. Мы решили узнать у саратовцев, достаточно ли этой суммы, чтобы собрать ребенка к новому учебному году. И на что они в первую очередь будут тратить деньги. Я считаю, что недостаточно, потому что это одна форма стоит от 4 и выше. А одни учебники, ну, одни учебники, может быть, дают бесплатно. А вот эти вот, которые в тетради, они тоже очень дорогие, тоже 2 и выше. Я считаю, что этого недостаточно. Я считаю, что все-таки это нам побольше. Сейчас с ценами такими, потому что они все поднялись. Помощь очень нужна. Я считаю, что нужно каждый год. А как вы думаете, родители на себя их тратить не будут? Вот. Я, по крайней мере, трачу на ребенка. То есть я хочу купить хорошую обувь, во-первых. То есть все качественное. Не просто от балды. То есть если для ребенка, то для ребенка. На подготовку к школе, на констовары, на какие-то рюкзаки, какие-то такие вещи. Да. Достаточно. А как вы думаете, будут такие родители, которые на себя потратят? Будут. Хватит, как говорится, на школьную форму, на учебники, на тетради. А там дальше посмотрим. Нужно выделять каждый год, поскольку сейчас не хватает денежных средств в связи с коронавирусом. И тем, что количество людей безработных. Это школьные принадлежности купим. А этого достаточно, 10 тысяч? Мне достаточно. Я считаю, что любые деньги хорошо от государства получить. Так что нормально. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского. После вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Сельское хозяйство не терпит простоев. Мы, агрария, работаем на обеспечении продовольственной безопасности страны. В том числе, благодаря помощи кооператива «Гарант Кредит» мы ежегодно трудимся для вас, производя овощную продукцию. Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. Гарант Кредит. Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды. Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В пятницу 30 июля на Святую Марину. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой дождь с грозой. Ветер западный, северо-западный. От 2 до 7 метров в секунду. Днем до плюс 31 градуса, а ночью до плюс 17. В Саратове и Энгельсе ветер и преимущественно без осадков. Температура днем до 29, а ночью до 19 выше 0. Атмосферное давление около 750 миллиметров в ртутную столба. Вода в Волге пока плюс 24, плюс 25. По народным приметам считается, что осень будет именно такой, как были два последних дня июля. А спонсор выпуска – общественно-политическая газета «Суть». Только важная и нужная информация. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Общественно-политическая газета «Суть» – это ведущее издание города Балакова. Еженедельно мы выпускаем 22 тысячи экземпляров. Наш девиз – «Зри в корень», что позволяет уже 23 года входить в топ-5 изданий области. Газета «Суть» – это острота, независимость и востребованность. А еще здесь вы найдете купоны на скидки, частные объявления о покупке, продаже или вакансиях, интересные рекомендации медиков и много призовых конкурсов. Газета «Суть». Только важная и нужная информация. Станет больше рыбы в Духовницком районе. В Волгу выпустили более 70 тысяч мальков-стерляди. Их закупили специалисты Балаковской атомной станции для того, чтобы поучаствовать в федеральной программе. По всей стране восполняют водные ресурсы. Будут делать это в течение 10 лет. Станислав Жижин отправился в Духовницкий район и узнал подробности. У этих осетровых сегодня выпускной. Молот-стерляди отправили в акваторию Волги. 73 тысячи мальков выпустили в реку недалеко от Духовницкого. Именно сюда приехала фура с контейнерами рыбы-питомника. Пополнением запасов рыбы в Волге занялась Балаковская атомная электростанция. Для нормальной работы энергообъектов необходима вода. Берут ее из водоема-охладителя, который, в свою очередь, пополняют из Волги. Мы крупные водопользователи. Ежегодно мы забираем порядка 80 миллионов кубометров. И, естественно, может попадать молоть, может гибнуть. И законодательством о сохранении водных биоресурсов предусмотрена обязанность водопользователей восполнять и заботиться о сохранении водных биоресурсов. Партия из 73 тысяч мальков в этом году первая. Запускают ее именно в июле. Рыба успеет адаптироваться к воде и легче перенесет предстоящую зиму. Чуть позже будут пополнены и другие виды обитателей Волги. Второй этап на этот год зарубления у нас будет проводиться ближе к осени, в сентябре, либо октябре месяце. Там будет производиться более крупный выпуск. Это толстолобик, белый амур, сазан, уже более крупной навеской. Эту работу энергетики планируют продолжить и в следующем году. В целом программа восполнения водных ресурсов, отметили специалисты на Балаковской атомной станции, рассчитана на 10 лет. Финансирование на эти цели уже предусмотрено. В ближайшее время специалисты приступят к оформлению заказа рыбопитомнику. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. В сети давно шутят о важности семьи Форсажа. Теперь с ее помощью Доминик Торетто побеждает любых злодеев. От Терминатора до Валандеморта. Новый мем на эту тему стал самым популярным запросом этой недели в категории развлечения. А вот чем еще интересовались саратовцы, расскажем в нашем обзоре. Как обычно, пять самых популярных запросов. Брутальный и решительный. Это все о новом внедорожнике, который, по словам создателей, готов к любым вашим задачам. Рейтинг популярных запросов открывает автомобиль Тойота. Чуть выше расположился Джиган и Оксана Самойлова, которые с размахом отметили десятилетие своей старшей дочери. Многодетные родители много времени уделяют воспитанию и развитию детей. Ариэла, например, занимается гимнастикой. А теперь она захотела пойти по стопам звездного папы. Тройку призеров, если так можно сказать, открывает премьера фильма «Бросок кобры Снейк Айз». Однако поклонники ленты новый фильм восприняли в штыки. Говорят, актерский состав подобран странно. Запросов в поисковой сети о компьютерной игре на этой неделе тоже было предостаточно. И гейм-новинка на втором месте рейтинга. Ну а золото досталось Олимпиаде в Токио. Большой спортивный праздник, проходящий в Японии, заинтересовал абсолютное большинство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова